Привет автолюбителям, пользователям автомобильного портала Drom.ru, ну и все те, кому интересна Япония. Сегодня мы вместе с вами посетим Tokyo Moto Show 2019 года. Начало 46-го международного автомобильного салона в Токио началось с презентации компании Suzuki. Сын основателя компании, Suzuki Tashkira, провел презентацию, на которой заявил, что компания продолжит производство маленьких автомобилей. Suzuki не собирается добавлять свою линейку в крупные автомобили, но и в основном сегодня представленные машины, это разговоры о будущем. Ни одной реальной машины, которая выйдет в ближайшее время в производство, к сожалению, не было. Первым концептом является Suzuki Vaku Sport с трансформированным кузовом. При необходимости сзади поднимается крышка, которая добавляет объема плоскому багажнику. Очень интересный дизайн. Я думаю, такая бы машина в Японии хорошо продавалась, если бы она вышла на рынок, например, в следующем году. Второй концепт это Suzuki Hustler. По внешнему виду почти мини-хаммер. Тоже пока концепт, хотя выглядит почти готовым автомобилем. И, возможно, у этого автомобиля есть шанс раньше всех выйти на рынок в Японии. Третий концепт называется Hanare, что в переводе с японского от страницы. Это автоматический мини-пассажирский автобус. Люди перестанут управлять автомобилем, а будут пользоваться вот такими вот интерактивными автобусами для коротких переездов по определенным кварталам. Следующую презентацию проводила компания Honda. И она порадовала своей премьерой. Это новым Honda Fit четвертого поколения. Как говорит руководство компании, машину делали с акцентом для того, чтобы в первую очередь людям было в ней комфортно. Но Honda показала не один Fit, а целых пять. Это Fit Home, Fit Cross Star, Fit Luxe, Fitness и Fit Basic. Единственное, чего не хватает в этой линейке, это, конечно же, спортивного Fit, а, к сожалению, его нет. Fit Cross Star сделан в духе кроссовера. Получит обвесы некрашенного пластика, более крупные 16-дюймовые покрышки, рейлинги на крыше и прочие атрибуты. Конечно же, так как этот Fit, клиренс не кроссоверный, также никакой защиты агрегатов на днище у Honda Fit Cross Star тоже нет. Honda Fit Home – это более простая модель. На литье особо чем-то похвастаться эта модель не может. Единственное, в всех моделях Fit Home установлена система Honda Sensing, которая подразумевает установку камер широкого обзора и с восьми сенсорами, установленными спереди и сзади автомобиля. С их помощью он сможет останавливаться перед препятствиями и даже объезжать их. Также дополнительно на Fitах будет установлена система Honda Connect, позволяющая получить доступ к некоторым функциям автомобиля со смартфона. К примеру, предупредить владельца о попытке несанкционированного доступа, а также автоматически связаться с экстренными службами в случае аварии. Honda Fit Basic – это, наверное, самая простая и дешевая модель среди пяти Fitов. Это можно понять по штампованным колесам. Пагажное отделение тоже без особых излишеств. Fit будет оснащена новой гибридной установкой с двумя электромоторами. По словам производителя, при городской эксплуатации автомобиль способен практически полностью обойтись без двигателя внутреннего сгорания. Большинство поездок можно будет осуществлять на одном только электричестве. Старт продаж Honda Fit намечен на февраль 2020 года. На токийском автосалоне Nissan тоже решил не особо выделяться после скандальной смены руководства в компании. Nissan только мутно говорил о будущем электрических автомобилей и показал несколько концептов. Кроссовер Aria и K-Car IMK. Гвоздь шоу стал Nissan Aria, который представляет прообраз первого электрического кроссовера компании. Длина кузова составляет 460 см. По размерам можно сравнить этот автомобиль с Nissan X-Trail. Nissan Aria приводится в движение двумя электромоторами. Один установлен на передней оси, второй на задней. Ожидается, что автомобиль будет способен разгоняться с 0 до 100 км в час за 5 секунд, а также проезжать до 480 км на одном заряде. Кстати, Nissan Aria станет первой моделью, построенной на платформе CMF EV. Она разработана специально для электромобилей. Вместе с новинкой компания Nissan представила систему помощи водителю ProPilot 2. Она не только помогает в экстренных ситуациях, но также позволяет расслабиться при движении по трассе, где управление автомобилем возьмет на себя компьютер. В целом система ProPilot 2 не стала большим сюрпризом, ведь с 2019 года она уже применяется на серийных автомобилях. Внутри Aria практически нет физических клавиш. Единственная кнопка, отвечающая за старт двигателя. Для управления климат-контролем предусмотрены сенсорные кнопки, встроенные в деревянную панель под 12-дюймовым центральным дисплеем. Компания Mitsubishi на этом автосалоне тоже показала концепт. Концепт Mitsubishi MyTec оказался не просто кроссовером с открытым верхом, как предполагалось раньше, а фактически полноценной баги. У этого автомобиля нет ни крыши, ни дверей. Новинка получила очень интересные пропорции и огромные легкосплавные диски с низкопрофильной резиной. У этого автомобиля передняя и задняя светотехника оказалась одинаковой формы. Фары и фонари выполнены в виде буквы «Т». В Mitsubishi MyTec установлена гибридная силовая установка нового поколения. Она кажется компактнее той, что применяется на текущих гибридах марки, в том числе Outlander и PHEV. Автомобиль приводится в движение четырьмя электромоторами по одному на каждое колесо. Также интересно, что в составе гибридной установки используется необычный бензиновый двигатель. А микротурбина, которая может переваривать дизельное топливо, керосин, спирт, что должно обеспечить большую гибкость этому автомобилю. Хотя есть большие сомнения, что данная установка в обозримом будущем дойдет до серийного автомобиля. Lexus один из брендов, который до сих пор еще не имеет электрического автомобиля в своем модельном ряду. Поэтому на токийском автосалоне Lexus заглянул в далекое электрическое будущее бренда, показав концепт Lexus LF30. Lexus LF30 – крупная модель, выполненная в виде хэтчбэка. Четырехместный автомобиль получил большие открывающиеся вверх двери, а брендовые принадлежности напоминают центральную решетку в форме песочных часов. Внутри предосмотрены четыре индивидуальных места. Передний пассажир получил личный дисплей с поддержкой управления жестами. За акустическое наполнение салона отвечает система Mark Levinson. Панорамное остекление встроен дисплей. С помощью системы Skygate он способен отображать различную информацию и, к примеру, подсвечивать созвездия. Lexus LF30 оснащен четырьмя электромоторами, по каждому на колесо. Их общая мощность оценивается в 544 лошадиные силы. Аккумулятор же на этом автомобиле имеет емкость 110 кВт в час. Согласно замерам, Lexus LF сможет проехать на полной батарее 500 км. Также есть поддержка беспроводной зарядки. Для новинки заявляется время разгона 3,8 секунды и максимальная скорость 200 км в час. О выходе в серию данного автомобиля пока сказано очень скромно, что планируется в начале следующего десятилетия. Похоже, что Lexus со своим концептом электрического автомобиля уже проигрывает своим конкурентам Mercedes-Benz, Audi, ну и, конечно же, Tesla. В конце презентации руководство Lexus заявило, что у всех моделей марки электрические модели будут к 2025 году. Ну и, на мой взгляд, самая интересная, более реальная презентация была у компании Mazda. На презентации Mazda показала серийный электрический кроссовер Mazda MX-30. По словам президента концерта, Mazda вот уже сто лет занимается тем, что изобретает автомобили для будущего. В электрическом авто, несомненно, есть потенциал, поэтому Mazda разработала первый серийный электрический кроссовер. Его дизайн вдохновлен концепцией Human Modern. Смысл по ссылам в следующем. Надо делать машины для людей, в которых комфортно и уютно, в которых каждая деталь сделана удобной, а не просто функциональна. Вторая отличительная черта – распашные двери. Третья – машина хорошо управляется. К сожалению, никакой информации о скорости зарядки, о запасе хода, о емкости батареи сообщено не было. Возможно, Mazda таким образом пытается сказать, что электрический автомобиль – это просто машина, а не девайс, что-то вроде смартфона для фанатиков. Вероятное, что будучи классическим по складу ума автопроизводителем, Mazda пока не разобралась, какие именно характеристики влияют на выбор электроавтомобиля. Хотя никакой информации не было сказано на презентации, но пару месяцев назад Mazda организовывала в Норвегии открытый тест-драйв своего дебютного электромобиля. Благодаря этому мероприятию стало известно, что в автомобиле установлен один электромодор с отдачей 143 л.с. Бортовая система работает под напряжением 335 Вт. Емкость такого аккумулятора составляет всего 35 кВт в час. Проще говоря, Mazda MX3 не сможет похвастаться впечатляющими характеристиками, такими как Tesla или Nissan Leaf, зато пока остается надежда, что первый автомобиль Mazda окажется относительно доступным. Subaru привезла в Токио прототип второго поколения Leverge с новым мотором. Презентация была эффектная, вся сцена светилась, поднимались подиумы, сам автомобиль крутился в разные стороны. Это, наверное, была одна из самых эффектных презентаций на 46-м токийском автосталоне. Но, к сожалению, по сравнению с такой эффектной презентацией, сам автомобиль чем-то не смог удивить. В модель установлена система кругового обзора iSight, доработанный 1,8-литровый двигатель с турбонаддувом. Подробных характеристик нового мотора Subaru, к сожалению, не озвучила. Примечательно, что в сериях FA и FB нет моделей объемом 1,8 литра. Начало продаж нового поколения Leverge намечается на вторую половину 2020 года, сразу после Олимпиады. Вероятно, универсал останется моделью, которая продается только на японском рынке. Ну и в конце, конечно же, Toyota. Стенд Toyota собрал больше всего журналистов. Все ожидали каких-либо громких премьер или что-то интересного. Все началось с анимации на большом дисплее. Появился человечек с лицом похожим на президента компании Toyota. Ну и после небольшого видеоряда приехал сам президент компании Toyota на беспилотном автомобиле. Он выехал на сцену в электрическом беспилотнике E-Polet и пообещал запустить такие в Токио уже в следующем году, к Олимпиаде 2020. Сама концепция, что эти E-Polet будут в будущем что-то вроде танцы на колесах, где, к примеру, можно будет зайти, проверить свое здоровье, в другом можно зайти и просто отдохнуть, к примеру, почитать книги или послушать музыку. Предвестником грядущего является концепт-кар E-Racer – одноместный, электрический и пока пилотный. Toyota уверена, что надо продолжать автоматизировать в миг вокруг за счет передовых технологий. Машины должны стать беспилотными, должны появиться роботы и все на электричестве. Поэтому Toyota будет разрабатывать беспилотники для личной и общественной мобильности, делать роботов для городской и корпоративной системы. Ну вот так вот прошел 46-й токийский автосалон. К сожалению, не было каких-то громких презентаций, поэтому чем-то запомниться этот автосалон в Токио не сможет. Еще одной особенностью Tokyo Motor Show в этом году стало то, что в презентации автомобилей и на стендах практически не было девушек, которые раньше украшали автомобили. Поэтому лица журналистов были немного грустные. Время от времени некоторые компании все же выводили моделей своим автомобилем, что привлекало очень много внимания журналистов, которые проходили мимо. Ну а на сегодня все. С вами еще в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok